Ты знаешь, мама, как везде здесь можно жить? Сначала страшно, но привыкли все живые. Здесь лавят пушки, словно псы староживые. И самолеты кружат в небе, как стрижи. Ты помнишь, мама, я любил играть в войну. Теперь не так, не до игры, и все взаправдно. Вдыхаем пороха тяжелую отраву. И ходим в смерть, чтобы послушать тишину. Мне часто снится, будто я опять с тобой. Зато потом, когда проснусь, бывает больно. Сегодня, мама, мы не пали в этой бойне. Я снова жив, не стал последним этот бой. Ты отмоли меня от вражьего огня, пусть я ужасно далеко. Ты рядом, мама. Держусь за нить твоей любви. Держусь упрямо. Ты, мама, жди домой, живи меня. Мам, огромное тебе спасибо за то, что ты отпустила меня, за то, что ты держишься там. Я тебя очень люблю. Я знаю, что ты тоже меня очень любишь. И очень хочешь, чтобы я вернулся. Я вернусь. Война – это тяжело, я понимаю. И ты это должна понимать. Но все будет хорошо, мы победим. Здравствуй, мама. Здравствуйте, все мои близкие. Я передаю вам огромный привет. Я вас 6 месяцев уже не видел и очень соскучился. Так получилось, что я ушел в Славянск воевать ровно 6 месяцев назад. За это время, не знаю, я изменился очень сильно. Поменялось мировоззрение. Я вас очень сильно люблю. И очень скоро я вернусь домой. После того, как мы победим этих нацистов. Дотишка, привет. У меня все хорошо. Воюю за наш родной город. Придет победа, и мы с тобой обязательно встретимся. Я тебя очень-очень люблю. Очень-очень. Так что я знаю, мы с тобой... Ты меня дождешься. И я очень хочу передать привет всем своим родным. Маме, папе, брату. Ждите меня с победой. Ждите меня с победой.